Анастасия Островская 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 дня к вам придут на работу и вас заберут. Это просто какой-то беспредел. Я считаю, из-за такого человека надо просто биться и всем звонить. Сторонники Василии не ограничились нашествием на комментарии под новости о Вершининой в социальных сетях. Они обрывали телефоны доверия правоохранительных структур с требованием дать разъяснение по задержанию и требованием выпустить Вершинину на свободу. А также приезжали в отделение полиции и в суд. Изначально Вершинина получила 15 суток ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Однако спустя два дня состоялся суд, где ее признали виновной. По статье 19.3 административного кодекса ее штрафовали на 2000 рублей. 22 сентября Вершинина вернулась к урокам в школе. И это стало потрясением для учеников и их родителей, которые тоже активно отписывались в социальных сетях, требуя другого учителя. В этой школе она появилась год назад. Преподает русский язык и является классруком в восьмом классе. С момента ее появления, по словам родителей, жизнь их и их детей превратилась в ад. Сыпется много жалоб на манеру общения Вершининой с учениками и коллегами по школе, на то, что она занижает оценки и не дает их толком исправить, оставляя детей на второй год. Родители пишут, что дети попросту отказываются идти в школу и посещать уроки Василии Васильевны, несмотря на угрозу неотестации. В нашу редакцию в пятницу приезжала одна из мам учеников и рассказала, как обстоят дела. Как выяснилось, на своих занятиях Вершинина учит детей не только русскому языку. Вот конкретно был пример, это было в классе, вот даже сын подтвердит мой, что она конкретно сказала моему племяннику, что ты дурак, дебил, что-то типа того, вот такими даже выражениями, ты не молишься солнцу, поэтому ты не понимаешь мой предмет. Вам нужно молиться солнцу, тогда вы все будете хорошо учиться и все у вас будет хорошо. Кроме того, по словам родителей некоторых учеников, Вершинина заносит, так скажем, в черный список, в зависимости от того, как относятся их родители к ее взглядам. У нее есть какие-то свои дети особенные, которые, может быть, ну родители как-то в ее, как, ну называют секта, не секта, я не знаю, что это, в ее организации состоят или как-то. Другие родители, которые, хочу привести пример, допустим, даже пример нашей общей семьи, моей сестры, которая работница медучреждения, вот племянник учится у нее в классе, она как узнала, что сестра медработник, сразу начались, она начала гнобить ученика, так как она выступает против медицины всей, это давно всем известно, вот, она начала гнобить этого ученика, внесла, ну, саму сестру, получается, мою маму племянника в черный список, то есть перестала идти с ней вообще на всякий контакт. Нам удалось добыть характеристику Вершининой, согласно которой она имеет весьма низкий показатель по успеваемости учеников. Кроме того, нам стало известно, что она была со скандалом уволена с предыдущего места работы, тоже трудилась в школе, в одной из школ Петропавловска. За какие такие заслуги Вершинину, которая заставляет детей молиться солнцу, чтобы получить хорошую оценку, приняли на работу в образовательное учреждение, непонятно. С директором школы номер 32 нам связаться пока не удалось. Тем временем родители намерены всеми силами и доступными способами добиваться того, чтобы ноги Вершининой в этой школе больше не было. Хотим добиваться, будем ходить в школы, просим также у вас помощи, чтобы этого преподавателя, эту учительницу убрать из нашей школы, чтобы дети могли спокойно дальше учиться, не бояться ходить в школу. Только из-за нее. Просим помощи, не знаю, там у правительства, у нашего, везде, где можно, у Министерства образования, вот серьезно. Мы за наших детей, мы будем это добиваться всеми силами. Кстати, по всей видимости, если суд вынесет обвинительный приговор по статье за дискредитацию вооруженных сил России, то появятся все основания уволить Вершинину. Ведь, как гласит статья 48 федерального закона об образовании, педагогические работники обязаны в том числе формировать гражданскую позицию. А если педагог публично дискредитирует вооруженные силы России, то это мало похоже на выполнение обязанности по формированию той самой гражданской позиции. Будем следить за развитием ситуации и держать вас в курсе. И да, очень просим обратить внимание на эту ситуацию городское управление образования и министерство и ответить на вопрос, почему и чему такие люди учат наших детей. Добавлю, что по данным масс-медиа Камчатка, сейчас силовики внимательно отслеживают посты в поддержку Василии Вершининой и берут их авторов на карандаш. Новая миссия появилась внезапно у масс-медиа Камчатка, а именно спасти детство ребятни Петропавловска. Дело в том, что одно за другим к нам в редакцию стали прилетать сообщения, что в том или ином дворе сносят детскую площадку. И все это делается не вандалами, а руками сотрудников городской администрации. И по предписанию прокуратуры вот этого точно никто не ожидал. Тем временем площадки были ликвидированы рядом с домами на Арсеньево, Даурской и Уссурийской улицах. В ходе разбирательства выяснилось, что все площадки, попавшие в этот черный список, бесхозные и местами даже аварийные. Получается, что в черте города опасность в чистом виде, а исправлять или отвечать некому в случае чего. Разумеется, прокуратуру это не устроило, а вот выход из ситуации в виде сноса площадок не устроил жителей тех домов, что лишились качелей и каруселей. В пятницу мы с моей коллегой Екатериной Зениной решили в прямом эфире программы «Накипело» на радио Камчатка обсудить эту волнительную тему и рассказать все новые подробности, что удалось выяснить. К нам подключилась и прокуратура. Прокурор краевой столицы Евгений Беляев 25 июля текущего года вносил представление в муниципалитет по вопросу обеспечения безопасности на детской площадке по улице Даурская. В том числе он ставил вопрос в части отсутствия у нее собственника. В силу закона форму устранения выявленных нарушений орган, рассматривающий меру реагирования, выбирает самостоятельно. Прокурор не может за лицо, рассматривающее представление, такую форму выбирать. Требования о сносе прокуратурой не предъявлялось. Такое решение администрация приняла самостоятельно. Форму, вот как я уже отметила, форму они могли выбрать любую. В принципе, огородить ее, каким-либо образом обеспечить безопасность можно было любым иным способом, каким администрация решит сама. Возможно, конечно, что пошли по пути наименьшего сопротивления, но вопрос, еще раз повторю, что прокуратура вопрос о сносе этой площадки не ставила. Получается, сносить было необязательной, но самой быстродействующей опцией. Поняв это еще утром, накануне эфира, Катерина Зенина вышла с предложением на заседание социального комитета в законодательном собрании региона. Напоминаю, что я являюсь депутатом законодательного собрания. И сегодня пришлось выступить с инициативой о том, что необходимо нам, просто жизненно необходимо, на следующий край в начале октября, недельки, провести круглый стол, куда пригласить всех. И представителей государственной жилищной инспекции, и представителей администрации города, и представителей прокуратуры, для того, чтобы обсудить, как сейчас нам решить этот вопрос. Понятно, что я уже обратилась к Константину Викторовичу Брызгину, пока только письменно. Ответа не получила с просьбой остановить эту бюрократическую машину сейчас. Мы хотим, чтобы и прокуратура пока никого не трогала, да, и не ругалась, что не исполняется предписание. Но пока мы здесь разговариваем, еще одну площадку сносят, а потом еще и еще, и такая активность, и прыть нам не на руку. Потому что в тех местах, где сейчас детские площадки снесут, мы заново поставить новые, даже если найдем финансирование, мецената, не сможем. Потому что существуют новые требования, да. Закон обратной силы не имеет, и те площадки, которые поставили ранее, они могут стоять. Новые там поставить нельзя. Вот твой двор, я помню, Настя, остался без детской площадки как раз по этой причине. Именно поэтому мы хотим, чтобы все сейчас остановились, знаете, стоп-кран дернуть, обсудить, как нам спасти эти площадки, привести их в надлежащее состояние. Я уверена, что многие многоквартирные дома, совет жильцов или управляющие компании готовы взять себе эти площадки, отремонтировать и следить за ними, лишь бы только они были. Для этого нужно, например, провести межевание. Мы понимаем, что у города может не быть средств, не заложен бюджет на это. Межевание не дешевая история. Тем более, когда надо десятки площадок срочно отмежевать и определить, кто будет за ними ухаживать. И я думаю, что вот на круглом столе, который соберется в любом случае, мы решим... Да, алгоритм, который будет прост в исполнении и будет понятен всем. Одну историю мы такой кейс проработаем, определимся, как делать, и всем остальным нужно будет просто пойти по этим этапам. Эту инициативу Катерины поддержали не только члены комитета, но и глава города Константин Брызгин. Я поддерживаю инициативу депутатов Законодательного собрания Камчатского края проведения круглого стола с общественниками и ответственными службами по поиску цивилизованного решения данного вопроса. Мы должны совместно найти компромисс в этом вопросе с учетом соблюдения мер безопасности детских площадок и возможности их дальнейшего использования жителями. До решения данного вопроса я дал поручение службе благоустройства о приостановлении демонтажа безхозяйных детских площадок. Итак, стоп-кран сработал, снос площадок приостановлен, заинтересованные люди готовятся к заседанию круглого стола, на котором, я верю, найдут, как говорит Константин Викторович, цивилизованное решение, при котором и дети будут счастливы, и чиновники без административных наказаний. Морят голодом и запирают в квартире. Сигнал СОС поступил на этой неделе в нашу редакцию от одной из жительниц Петропавловска. Встретившись на улице со своей соседкой-пенсионеркой, девушка заподозрила неладное. С участниками истории побеседовала моя коллега Виктория Степашко. Подробности в следующем материале. Я 18 числа в понедельник выхожу из дома, вижу, что бабушка держится за дерево. Честно говоря, мне это особо не напрягло, потому что есть бабули, которые обнимаются с деревьями. Потом я сажусь в машину и вижу, что она не может идти. То есть она пытается делать шаг обратно за это дерево. Я подхожу, спрашиваю, что-то случилось, как бы вам помочь? Она говорит, я не могу идти. Я не понимаю, что со мной, но я не могу идти. Я говорю, давайте я вас провожу. Мы начинаем идти в процессе, пока мы идем. Она говорит, может быть, это потому, что я не ела три дня. Я говорю, а вы три дня не ели? Ну, то есть, опять же, делая пометку, что человек пожилой. Бывает такое, что они путаются, что-то не помнят или там им внимания не хватает. Пока мы идем, собственно, встречаем других ее соседок, которых я знаю хорошо. То есть, ну, я говорю, что случилось? Я говорю, ну, она идти не может. Она говорит, ну, я говорю, а где она живет вообще? Она одна живет, не одна живет? Ну, как бы она говорит, она живет одна, живет на пятом этаже. За ней присматривает соседка Катя. По словам Анастасии, в холодильнике 91-летней пенсионерки, которая живет в одном из домов на улице Циолковского в Петропавловске, было пусто. Ни еды, ни перекуса, ни конфеток или пряников к чаю. Девушка решила сходить домой и взять еду. Я ее покормила. Я говорю, ну, опять, я специально в разных ситуациях задаю вопрос, когда вы последний раз ели? Она говорит, ну, когда вот ты меня сейчас покормила? Я говорю, понятно. Говорю, а к вам кто-то приходит, соцработники или еще что-то? Она говорит, нет, ко мне никто не приходит, Катя приходит, но они мне сказали не говорить, сидеть, ждать, когда я приду. Ну, типа, я говорю, ну, ясно. Я начинаю от нее же звонить ЕДДС, узнавать, куда обратиться. Мы связываемся с Центром социальной помощи. Они говорят, что у них такая бабуля не числится. Она еще, она хорошо знает, как ее зовут, но не помнит, когда она родилась. Я говорю, а где ваши документы? Ну, то есть скорую вызовет. У бабули вот такая шишка на голове с кровоподтеками. Ну, она говорит, что она упала, я не буду там что-то говорить такое. Я говорю, ну, как-то какие-то документы, полис, еще что-то. Она говорит, все, типа, у этих ребят, у меня ничего нет. Единственное, иногда у нее вот так вот лежат квитанции, и видно, что человек получал 5 сентября пенсию, довольно неплохую пенсию. Я говорю, ну, вы же пенсию получали недавно. Как такое произошло, что нет еды? Она говорит, так у меня-то ее нет, типа, я им отдаю. Поговорив с соседями, Анастасия узнала, что бабушка совершенно не самостоятельная. Готовить не может, набрать номер телефона тоже. Поэтому за ней присматривает соседская семья. А взамен, по словам соседей, им обещана квартира пенсионерки. Испугавшись, что бабушку специально не кормят, Анастасия вновь отправилась к женщине. Я поднимаюсь, открываю дверь и наблюдаю картину маслом. Стоит свежевымытый виноград, нарезка сырок, колбаска. Я говорю, о, Ана Павловна, а у вас уже гости с утра? Ана, ну да, пришел. А бабушка какая-то такая, ну. Я говорю, ну я вам тоже принесла, говорю, этот. Она, давай, заходи, я тебя ждала. И залетает Роман. И человек сразу агрессивно настроен. То есть я считаю, что человеку нечего бояться, ну то есть объясните спокойно. Я понимаю, ты мог испугаться, например, постороннего человека. Я говорю, здравствуйте, Роман, я вчера приехала. А он не слышит меня. В итоге он меня выпихивает, ну то есть вот так хватает. Вот сейчас я, собственно, еду на экспертизу. Хватает меня, вышвыривает. Вышвыривает пакет, который я принесла. Человека оставлять в опасности. Да вы ерунду не говорите. Женщина, ерунду не говорите. Я проход вам не дам, пока вам документы не предоставите. Понимаете? А вы на основании чего здесь находитесь? Сосед. Так я соседка. Где? Терешково 8, квартира 44. Так идите в Терешково 8, вы не в Циолковского 33 находите, женщина, да не в этом подъезде проживаете. Ну почему руки расписываете? Я вам, к черту, потому что вы человек врет и не показывает никаких документов. Значит так. Значит так. Так вы туда вышли и там, пожалуйста, уже вызывайте кого хотите и будем разбираться. Выйдите, пожалуйста, отсюда. Выйдите. Руку уберите. Не смей меня трогать. Так выйдите из чужой квартиры. Ты сам находишься в чужой квартире. Уберите руки. Анастасия написала два заявления в полицию. Одно по поводу побоев, второе по оставлению пожилого человека в опасности. Мы, в свою очередь, связались и со второй стороной конфликта. Мужчина от комментария на камеру отказался, но при этом рассказал, что за бабушкой ухаживает. По доброте душевной. Продуктов нет, потому что пенсионерка их выкидывает, думая, что они просрочены. А так он и его жена приносят еду утром и вечером, утверждает сосед пенсионерки. Теперь разобраться в ситуации предстоит правоохранительным органам. Мы также призываем социальные службы обратить внимание на эту историю, разобраться в ситуации и сделать свои выводы. Мы будем следить за развитием событий. А тем временем история противостояния Устой-М и представителя регионального Россельхознадзора обрастает новыми подробностями. И не совсем приятными. Как оказалось, та самая оценка ущерба на миллиард рублей, представленная суду, была проведена некорректно. Вывод специалистов, вышеуказанное заключение не может использоваться при принятии юридически значимых решений. И выводы по проведенному исследованию являются основанием для назначения повторной судебной экспертизы. А теперь к подробностям. Пересказывать всю историю противостояния дорожной компании Устой-М и представителя регионального Россельхознадзора не буду. Можно легко посмотреть в истории публикаций. Просто напомню, что дорожников судом приговорили возместить ущерб землям сельхозназначения. И насчитали, благодаря той самой оценке, 1 миллиард рублей. Земли эти, из-за которых произошел сырбур, в тот момент уже переводились в разряд промышленных. И на этом участке была Министерством природы продана лицензия на добычу щебня. Казалось бы, одна бумажка. Но бюрократическая машина решила всей своей мощью проехаться по предприятию, которая в тот момент строила первые 5 километров асфальтированной дороги до Усть-Большерецка. Кажется, и последних. Но сейчас не об этом. Началось противостояние в судах, где один из сотрудников Россельхознадзора, называющий все происходящее не иначе, как «экогеноцидом», высказывая тем самым свою максимально субъективную заинтересованность, не унимался. Апелляция, касация не устраивала Сергея Рябаконя, что устой выигрывает, и судьи включают адекватность, понимая, что и как. А потом вдруг суд, не имея никаких новых фактов и документов, в том же составе выносит в очередной раз противоположное решение. И мы уже говорили, что уничтожения плодородного слоя не было, как предписано проектом рекультивации. Лежит она себе в Ночикинском поселении, это и глава подтвердил. Но добиться пересмотра дела теперь уже в Верховном суде задач не из легких. Но мы верим, что справедливость восторжествует, тем более, что вскрылись новые факты. Нарушений в проведенной экспертизе множество. Есть и банальнейшие ошибки. Например, почвы для анализа выбраны совсем не камчатские. Другой вид почв — это разные показатели, которые должны были быть исследованы. Грубо говоря, если ПАЖ допускается до слоисто-ахристых почв, которые на самом деле являются, это 4 показателя. А для дерновых слоистых почв это 4,5. То есть, соответственно, эксперты, которые проводили экспертизу состояния непригодности почв и уничтожения почв, неверно определили показатели, которые имеют юридическую значимую важность. И это только первые моменты, на которые указали независимые эксперты. Также неверно применены показатели по ГОСТу. Кроме того, методика выбрана в некоторых моментах верно и обоснована экспертом. А именно в тех моментах, которые имеют юридическое значимое отношение по ущербу и уничтожению почв, методика выбрана неверно. И общее заключение вот этой рецензии на экспертизу Россельхознадзора говорит о том, что данный документ, данная экспертиза не может быть основой для судебных значимых юридических моментов. Это как же такое возможно? Ну, можно предположить, что это какой-то недоспециалист. Очередной с материка делал экспертизу, которую и СОПА кто наших не видел, вот и понаписал неверности и простым людям непонятных. Но нет. Первую экспертизу, которая легла в основе, он делает САС Камчатская. Это лаборатория, которая находится в Камчатском крае. И вот на основании нее были проведены исследования. Вы же жили в Камчатской лаборатории и этого не знали? А это и вопрос. У нас, наверное, это основной вопрос, почему в лаборатории об этом не знают. Ну и, грубо говоря, неправильно определить вид почвы, это такая очень грубая ошибка. Либо это очень большая некомпетентность, либо как-то, может быть, умышленные есть вопросы. Но вопросы есть на самом деле, потому что есть просто ошибки, да, там, не совсем верно исследовали методику, а есть вот с выбором почв, почвенным разрезом, глубиной залегания. И именно от этого все выводы и строятся на этой экспертизе. И вот тут вопросы. Ну и это, как оказалось, не все. В оценке, представленной в суд региональным Россельхознадзором, была изменена и площадь, которой якобы был нанесен ущерб. Несмотря на то, что прокуратура природоохранная провела землестроительное исследование, они вызвали геодезистов, стороннюю компанию, которая сказала точный объем нарушенной земли. То есть мы сейчас говорим даже не о уничтожении и ущербе, а вот именно какая площадь была в раскопках, будем так говорить. И это в три-четыре раза меньше эта площадь, чем фактически была рассчитана Россельхознадзором в устое. Слушай, но все ошибки не в пользу устоя были сделаны? Да, все ошибки каким-то образом действительно не в пользу устоя. И они никем не проверены на сегодняшний момент до сих пор. То есть сам Россельхознадзор, мы же обратились и надеемся действительно на проверку. И прокуратура, мы пока еще не получили ответа, да, от Россельхознадзора мы пока получили первичное объяснение. Ну там, исполнитель этого объяснения это Рябаконь. Ну, он ничего нового нам не рассказал в этой области. А вот прокуратура Дальневосточного округа сейчас проверяет действия Россельхознадзора в этой области. Говоря общечеловеческим языком, оценщик от Россельхознадзора был либо глуп, либо коррумпирован. Иначе объяснить такое количество ошибок, так удобных заказчику экспертизы, не представляется возможным. Теперь уже прокуратура проверит, насколько честно эксперт провел свою работу и не идет ли речь о мошенничестве в том или ином виде, которое чуть не довело крупное системообразующее предприятие до банкротства. Кто-то ошибочек в экспертизе наделал, а некоммерческие организации теперь без крупного мецената остались. Ошибочки, которые могли стоить сотням камчатских трудяк их рабочих мест. Недочеты, от которых пострадала вся дорожная отрасль в той или иной степени. Про налоги и помощь населенным пунктам даже говорить не стоит, и так понятно. Что ж, надеемся, что прокуратура с этим разберется и дело примет новый оборот. Уж они-то свое дело знают. Правда ли, что бассейн и фокводник заработают уже до конца года? Когда мы поведем детей в новый театр кукол? Что за чудо-школа появилась в селе Кавалерское? Что такое цифровизация строительства? Когда запустят фуникулер на мишенной сопке? Ответы на эти и другие вопросы мы получили в пятницу в беседе с гостем утреннего кипяток-шоу на радио Камчатка, в Рио-министра строительства края Артемом Фирстовым. Одним из первых вопросов, которые мы обсудили в рамках прямого эфира, был проблемный и скандально известный фокводник в Петропавловске. И, о чудо, вроде как забрежила надежда на то, что в спорткомплексе вновь начнутся занятия по плаванию. Это правда? Да, это правда. У нас достигнута договоренность, подписано мировое соглашение, уже привезены материалы на Камчатку, и скоро времени приступят к работам. И я очень надеюсь, что мы понудим наших уважаемых строителей завершить работу и качественный срок, чтобы люди снова могли пользоваться этим замечательным сооружением. Сроки какие-то есть уже? Я думаю, что до Нового года мы закроем этот вопрос. И в следующем году дети Ленинского района и взрослые смогут, как белые люди, заниматься спортом в бассейне, возле дома буквально, да, а не ездить на 9 километров. Да, конечно. Удивительно. Помолимся. Не солнцу, да? Да, 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 в отличие. Мы просто с утра обсуждали, да, проблему педагога одной из школ Петропавловска, но это мы оставим на следующий выход. От спорта к культуре. Во время эфира прилетел вопрос от радиослушателя. Мол, а с новым театром кукол что? Когда поведем детей на спектакле? Он откроется в декабре следующего года, по крайней мере, получит разрешение на год. Я думаю, с первого квартала 25-го года уже можно будет посещать его. Из, ну, наверное, про сложности я не буду рассказывать, но, по сути, это долгострой, который начинался за региональные деньги, и потом, с учетом изменившихся конъюнктуры, пришлось приостанавливать стройку, просить федеральные деньги. Сегодня эти работы возобновлены. Сложность еще в том, что проект 2014 года, то есть, и изменилось много правил, и эту историю, ну, приходится перерабатывать на ходу, поэтому, ну, достаточно сложно с инженерной точки зрения. Но, тем не менее, сегодня там люди работают, и в декабре 25-го года, я уверен, что мы его достроим. Ой, извиняюсь, в декабре 24-го года. Все родители сейчас, да-да, наконец-то. Я очень хорошо помню день, когда закладывали первый камень в основании строительства театра «Кукол». Я сама была на месте, мы снимали репортаж. Это был 2014 год, да, правильно, как вы сказали. То есть, скоро 10 лет, но мы все равно дождемся этого обязательно и сводим своих детей на прекраснейшие спектакли, которые даст наша труппа замечательная. У нас же очень классные актеры и делают замечательные вещи. Спорт обсудили, культурные вопросы тоже и перешли к не менее важным вопросам медицины. Есть еще из медицины, как ни странно, хорошие новости из нашей Камчатской, да, у нас там строительство ФАПов идет в районах. Где, какие, расскажите. Ну, опять же, это достаточно большая федеральная программа, она по всей России. На Камчатке это 26 объектов до 2025-го года. Именно по линии стройки из них это 17. Ну, простым языком, в этом году 6 ФАПов мы ведем. Это Елизовский район, 2 ФАПа. В Березняках и в Новом это Пенжинский район, 2 ФАПа, Ваянки, Слава... Так мне отстало, ну, поясните, ФАП это... Фельдшерский, кушерский пункт. Это небольшие поселки, где есть фельдшеры и необходимое оборудование. Это порядка, там, 130-170 метров квадратных сооружения, где есть все, чтобы первоначально дать медицинское обслуживание, в случае чего принять роды, ну, и обеспечить первую медицинскую помощь. Прекрасно, прекрасно. Ну, ваша задача ФАПы построить, и вы с этим, я уверена, справитесь. А вот, чтобы там были люди, кто там будет работать, тут, конечно, вопрос к Минздраву. И не только работать. Я думаю, на следующий эфир нужно позвать его, он вам явно расскажет много хороших. Мы обязательно пригласим, мы всегда открыты для общения, но по последней информации, по дефициту вообще врачей в Камчатском крае, которая пришла к нам, кстати, из министерства, ну, там прям печальная картина. Строятся ФАПы замечательно, строятся больницы замечательно, анонс приглашения у представителя Министерства здравоохранения. Конечно, Александр Васильевич Гашков, мы всегда, да, приходить. Образование. Эту тему в беседе с Артемом Валерьевичем мы тоже не обошли. К тому же, есть чему порадоваться. В селе Ковалерское, что в Усть-Большерецком районе, вот-вот сдадут новую современную школу. Действительно, для района это значимое событие, это хорошее, качественное сооружение с современными классами, современным оборудованием, и она в скором времени откроется, у нас срок до декабря, но я надеюсь, что в октябре месяце мы уже сможем получить заключение соответствия и начать подготовку к обучению. — Ну, говорят, это какая-то суперсовременная школа, которых прямо на Камчатке еще не видывали ни разу нигде. — Ну, все познается в сравнении, конечно, относительно той школы, которая стоит напротив, это кажется... — А, так это в сравнении. — Нет, на самом деле там она оборудована просто современными стандартными оборудованиями, но она достаточно качественная и хороший набор. — На 90 учеников она рассчитана. Из той школы, которая там есть, переедут ученики в новую, потому что в той, я так понимаю, невозможно уже заниматься. — Да, детишки занимаются в деревянной школе. — В деревянной школе? — Да. — Такие еще есть? — Таких есть. К сожалению, их достаточно много у нас в необъятной нашей родине, поэтому наша задача как можно быстрее построить качественные школы, чтобы дети учились в хороших условиях. — Хочется, чтобы не получилось, не повторилась история как в ключах, когда там детский садик растаял. Точнее, грунты или фундамент у него там растаял из-за большого количества снега. — У него там растаял детский садик. — Да, там поплыл. Все нормально в этой школе? Все проверено, все ок? — Все проверено, все ок. У нас контроль только ужесточается. Каждое, любое социальное учреждение, оно подвижено на госстройнадзору, оно подвижено на стройконтролю, авторскому надзору, поэтому, я думаю, здесь у нас проблем не возникнет, но предпосылок к этому точно нет. Школа в Кавалерском уже практически готова к приему учеников. Сейчас строительство подходит к своему логическому завершению. Ведутся работы, завершающие по благоустройству территории, пусконаладочные работы инженерного оборудования, уборка мусора строительного, подготовка к передаче объекта эксплуатации заказчику. Сдавать планируем, ну, зайти на итоговую в конце сентября, начале октября, вот. То есть, как правило, это занимает 20 рабочих дней, то есть, ну, к концу октября будет сдана школа. Ну, чем не радость, эту школу, кстати, высоко оценил губернатор региона. Школа эта будет образцовой, самой лучшей на сегодняшний день, школой на Камчатке в небольших сельских поселениях, и, безусловно, она станет центром развития села. А полную версию беседы с врио-министра строительства Камчатки Артемом Фирстовым можно посмотреть в телеграм-канале МассМедиа Камчатка. А еще больше интересных гостей и обсуждения актуальных тем в прямом эфире на радио Камчатка, Волна 105.5 FM. Подключайтесь и будьте в курсе. А это была программа «Камчатка. События недели». Я ее ведущая Анастасия Островская. На сегодня у меня все. До встречи в эфире. Анастасия Островская.